Дамы и господа, леди и джентльмены, второй акт нашего крупномасштабного, а в некоторых смыслах даже и эпического исследования поверхности таинственного блю-рей диска с надписью Metal Gear Solid 4 вот-вот начнется. Занимайте места согласно купленным билетам, мы начинаем! Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ж, ну начну я без долгих предисловий, благо их хватило в прошлом выпуске. События четвертой части Metal Gear Solid стартуют в 2014 году. Со времен Манхэттенского инцидента прошло 5 лет и с тех пор в мире многое изменилось. Военная экспансия в другие страны стала обычным делом и занимаются этим преимущественно ЧВК, частные военные компании. Иначе говоря, мир начинает потихоньку переходить на наемную военную силу. Причем наемники настолько хороши, что небольшие страны полностью отказываются от постоянных армий и переходят на использование ресурсов ЧВК. Ну а что? Вполне логично. Наемники имеют хорошую подготовку, первоклассное оборудование и снаряжение. А разве что-то нужно еще? К тому же каждый наемник в принудительной форме снабжается нано-машинами. Наподобие тех, что были у Снейка в первой МГС и Райдена во второй. Правда, сейчас актуально уже третье поколение нано-машин, в то время как у Снейка-то только первое поколение. Делается это все во имя нескольких целей. Во-первых, нано-машины повышают боевые качества бойца. Они блокируют боль от ранений и прочих механических повреждений, помогают сконцентрироваться и успокоиться на поле боя, даже если вокруг интенсивно умирают твои товарищи. Во-вторых, нано-машины разных бойцов умеют обмениваться информацией друг с другом. В результате чего повышается общая боеспособность группы. Ведь не надо тратить время на формулирование слов и их произношение. Буквально боевой обмен мыслями. Ну и в-третьих, эти маленькие штуковины позволяют людям сверху отслеживать все происходящее в макро- и микромасштабе. Позвольте объяснить. В макромасштабе речь идет об отслеживании активности различных ЧВК в целом и вплоть до местонахождения каждого конкретного бойца. К тому же отныне практически все оружие имеет особую маркировку, не позволяющую пользоваться им тем, у кого нет на то разрешения. А то и вовсе нано-машин. На микро-уровне же нано-машины отслеживают физическое и психическое состояние каждого конкретного бойца. Давление, пульс, концентрация сахара в крови, уровень адреналина. Все это записывается и анализируется. Чтобы следить за всем этим неимоверным количеством информации, а поверьте, ее тут адовые горы, в Армстех, которая теперь называется Этикорп, была создана система SOP, Sons of the Patriots. Дальше я иногда ее буду называть просто системой. В общем, это группа скооперированных искусственных интеллектов, в изначальный состав которых входил еще и GW. Да-да, тот самый, который уничтожил вирус, написанный Эммой Эмерих. Несмотря на то, что с инцидента на Shadow Moses прошло всего 9 лет, Снейк изменился очень сильно. И в первую очередь, внешне. Он посидел, покрылся сетью морщин и обзавелся усами. И сейчас они на пару с атаконом ведут поиски причины такого ускоренного старения. И после очередной неудачной попытки найти ответы на свои вопросы, их находит Рой Кэмпбелл. Бывший полковник сейчас работает на правительство, в структуре, которое как раз занимается инспектированием деятельности ЧВК. И он пришел к Снейку за помощью. Дело в том, что на Ближнем Востоке был обнаружен человек, очень похожий на Ликвида. И даже больше. Судя по некоторым данным, пять крупнейших ЧВК управляются одной подставной, под названием Outer Heaven. И Кэмпбелл просит Снейка остановить Ликвида. Чего бы это не стоило. Причем просит не как в тот раз на Shadow Moses, а именно как друг и соратник. Так Снейк попадает на Ближний Восток. Здесь нас постепенно вводят в курс дела и знакомят с новыми и старыми лицами. Первым делом команда поддержки, которой нету. Есть Татакон, лучший друг и соратник. И есть Роуз, которая как раз оказалась неподалеку. И которую бывший полковник Кэмпбелл попросит помочь Снейку с психологическими проблемами. Если кто забыл, Роуз еще и жена Райдена. Ну а первое новое важное знакомство происходит с Дребеным-893. Загадочным и харизматичным негром с обезьянкой, подрабатывающим отмыванием оружия. Как я уже говорил, из-за массового введения нано-машин оружие теперь тоже под контролем. Все оружие. Если не имеешь разрешения или замыслил что-то, то система просто не позволит тебе сделать выстрел. Они, так сказать, снимают блокировку с оружия, после чего перепродают его повстанцам и прочим противникам ЧВК. Дребен не единожды поможет Снейку, а в магазине у него можно будет найти стволы и обвесы к ним на самый изощренный вкус. Далее Снейк встречается с теми самыми информаторами, которые засекли Ликвида. И это окажется Red Patrol Team Zero One, который находится тут как военная инспекция ООН. И возглавляет его никто иная, как... Мэрил Сильвербург, которая, опознав в седом старике Снейка, ну, мягко говоря, поначалу пугается. Старые друзья и даже чуть больше, чем друзья, вспоминают былое, Мэрил знакомит Снейка с отрядом и сокрушается о том, какой Гэмпбелл бабник. После этого Снейк совместно с новообретенными союзниками прорывается к месту расположения Ликвида. Однако по пути происходит одно примечательное событие. Снейк удоводится понаблюдать за группой бойцов, закованных в особые экзоскелеты. И только потом станет известно, что это члены отряда Beauty and the Beasts, с которыми нам предстоит бороться всю игру. По прибытии нашего героя в лагерь Ликвида происходит пара примечательных событий. Во-первых, он вновь встречает доктора Наоми Хантер. А во-вторых, в какой-то момент солдаты начинают сходить с ума. Причем все. И простые солдаты, и отряд Мэрил. И только Наоми и Ликвид остаются спокойными в этом внезапном хаосе. А, ну и еще Джонни, нелепый участник Red Patrol Team. И вот тут-то Ликвид, обнаружив Снейка, и делает весьма интригующее заявление. Но Наоми что-то в очередной раз вкалывает нашему старому вояке, и тот умудряется пережить этот кошмар. На этом заканчивается первый акт, и начинается второй. Через сутки Снейк приходит в себя на борту Намада. Если что, это такой огроменный самолет, который служит передвижной воздушной базой. Здесь живут Снейк, Атакон и Санни, которая помогает последнему с его разработками, а также жарит яичницу. Команда оказывается в некотором замешательстве относительно того, что же делать дальше, однако помощь приходит оттуда, откуда не ждали. Внезапно на старый адрес Атакона приходит электронное сообщение от Наоми, в котором она говорит, что находится в плену у Ликвида в Южной Америке. И что тот заставляет ее проводить исследования с нано-машинами, потому что нашел лазейку, с помощью которой можно внедриться в систему. В общем, Наоми просит спасти ее и остановить Ликвида, пока не стало слишком поздно. Позвонивший сразу после этого полковник Кэмпбелл, во-первых, пользуясь своими связями, смог договориться о том, чтобы Наомаду было предоставлено место для посадки, а во-вторых, оказывается, что Роуз находится у него не просто так. Начинается второй акт с того, что мы встречаем одного старого знакомого и обретаем одного нового. Новый, а точнее новая, это уже виденная нами девушка в экзоскелете со щупальцами. А вот старый знакомый, это вам. Впрочем, я думаю, никто особо и не сомневался в том, что он не умер тогда на Биг Шелл. Однако интересно здесь другое. У нашей осьминожьей подружки внезапно обнаруживается маска, действующая по-схожему с Окта Кэма принципу. Тут-то и выясняется, что Атакон спер технологию из интернета. Поскитавшись по лесам и болотам, и почти добравшись до места, где держит Наоми, Снейк снова встречает Дребина. На этот раз он рассказывает о том, кто такие Beauty and Beasts, что это женщины, покалеченные войной, и что они охотятся за Солидом Снейком, потому что убеждены, что только победа над ним сможет освободить их души. По пути Снейку звонит Райден. Говорит что-то о том, что искал труп Биг Босса для какой-то Биг Мамы из Европы, и что будет следовать за Снейком. Узнавшая об этом Роуз просит Снейка не рассказывать о ее вовлеченности в эту операцию, и после чего поведает, что Райден после инцидента на Биг Шелл стал часто и регулярно напиваться, влезать в драки и вообще вести себя социально. А потом, после того, как у нее случился выкидыш, он вообще куда-то исчез. Ну а Рой, который Кэмпбелл ее приютил и утешил. Некоторое время спустя, ворвавшись вместе с повстанцами в лагерь, где держат Наоми, Снейку удается таки с ней поговорить. Разговор выдается не из легких. Первое, что становится ясно, это суть увиденного на Ближнем Востоке. Оказывается, система SOP, которую разработали в IT-корп, позволяет не только следить за текущим физическим состоянием бойца, но и за его психологическим состоянием. И даже его контролировать. Так, после каждого убийства врага, нано-машины стимулируют небольшой выброс эндорфинов, то есть гормона радости. И наоборот, если дело приобретает совсем плохой оборот, то нано-машины блокируют панику. И там, на Ближнем Востоке, Ликвид проводил тест, целью которого было разъединить нано-машины-солдат с системой, разорвать эту связь. И этот тест оказался положительным. Но в то же время, как исчезла связь, все эти искусственно подавленные эмоции вырвались наружу. Причем с такой силой, что у некоторых бойцов случилась остановка сердца. Что-то подобное происходило с Грэем Фоксом 9 лет назад. Здесь же Наоми предлагает провести полное обследование Снэйка, чтобы выяснить, почему нано-машины в его теле, которые никак не связаны с системой, тоже дали сбой в тот момент. Но вместо вскрытия одной тайны, Наоми находит ответы на множество других вопросов. Например, она рассказывает, что искусственное старение Снэйка было генетически спроектировано, вместе с его, так сказать, перед бесплодием. И сделано это было с одной простой целью, чтобы клоны не плодились. В итоге, по ее подсчетам, Снэйку осталось не более полугода. До того, как его тело окончательно изживет свои ресурсы. Но это не самая худшая новость. Структура Фокс-Дай, вируса, который Наоми ввела ему 9 лет назад, и который до сих пор циркулирует у него в крови, изменилась. Он мутировал, и теперь та часть вируса, которая отвечает за обнаружение конкретных генов для активации, уже практически стерлась. И если рецепторы сотрутся полностью, то Снэйк одним своим дыханием сможет убить любого. И проблема заключается в том, что избавиться от вируса на данной стадии невозможно. И через 3 месяца Снэйк превратится в источник эпидемии, которая может стереть с лица Земли все человечество. Забавно, что человек, положивший свою жизнь на борьбу с ядерной угрозой, в конечном счете рискует сам стать угрозой гораздо более страшной. Ну и напоследок, Наоми рассказывает о том, чего в принципе добивается Ликвид. Он хочет захватить контроль над системой, чтобы таким образом под его властью оказались все ЧВК мира. И тогда он сможет развязать глобальный конфликт и противостоять самим Патриотам и их планам. И называется этот план Guns of the Patriots. Но тут внезапно все меняется. В лабораторию атакуют люди Ликвида, в том числе и наша новая щупальцастая подружка. Она является, пожалуй, самым оригинальным и интересным боссом во всей четвертой части МГС, потому что бой с ней представляет из себя своеобразные прятки. Она прячется, мы ищем. Лафин Октопус, а именно так ее зовут, будет постоянно исчезать из поля зрения и, используя свой камуфляж, маскироваться под самые неожиданные и банальные предметы. И в итоге приходится быть архивнимательным и аккуратным, чтобы не попасться. По окончанию битвы Солиду звонит Дребен и рассказывает историю только что поверженной красавицы. Когда она была подростком, на ее деревню напали какие-то фанатики. Но вместо того, чтобы убить девочку, они заставили ее сначала пытать своих родных, а потом убить их. При этом постоянно заставляя ее смеяться. И она все это сделала. Ну а что ей оставалось? Иначе бы они ее убили. Поэтому в итоге она позволила страху взять над собой верх. И когда кровь на ее руках запеклась и стала черной, ей показалось, что это чернила, которые выпускают осьминоги. И с тех пор она смеялась. Всю жизнь. Даже когда смеяться было не над чем. И Дребен же замечает другое. Этот бой со Снэйком действительно освободил ее разум от того кошмара. А дальше начинается интересное. Преследование Науми по следам, которые остались от нее и от ее сопровождающих. Это на самом деле очень необычный опыт, потому что японцы подошли к этому этапу со всей подобающей для них тщательностью. На поиски отведена здоровенная локация, на которой следы сплетаются и пересекаются, а также ведут во всех возможных и невозможных направлениях. К тому же заблудиться здесь легче легкого. К тому же Наоми постоянно то обувается, то разувается, то ее вообще на руки берут. И что самое интересное, выход из локации так хитро спрятан, что даже если просто так ходить вокруг него, можно не заметить. Ну и плюс здесь есть несколько подстав. Например, есть домик, в котором стоит магнитофон с записанным голосом Наоми, зовущий на помощь. А рядом залегло несколько снайперов. В итоге потратить на преодоление этих мест можно порядочное количество времени. В конце концов мы догоняем Наоми, которая вот-вот улетит на вертолете с вампом и тут случается... В общем солдаты опять начинают сходить с ума. Ситуация ухудшается еще и тем, что набегает толпа Гекка. Казалось бы, хуже уже некуда. Но дело спасает внезапно появившийся Дребин на своем бронетранспортере. Все, что будет происходить дальше, это напряженная погоня на бронетранспортере Дребина к ближайшему городу, где команда уже ждет вертолет с атаконом в кресле пилота. Но, как известно, в Metal Gear просто не бывает. Поэтому, чуть-чуть не добравшись до точки эвакуации героев окружают Гекка. И тут на сцену выходит Райден, изменившийся до неузнаваемости. Теперь он скорее похож на Грея Фокса. Разве что в своем уме. Тут разворачивается одна из самых эффектных в игре боевых сцен, которая начинается с противостояния Райдена и Гекка, и в середине которой к последним примыкает еще и вам. В конце этой феерии вамп обретает достойного соперника, куча автономных ходячих кура-роботов под названием Гекка получают повреждения несовместимые с жизнью, а Райден хоть и помогает всем погрузиться на вертолет, но получает очень значимые ранения и отрубается. А, ну еще Наоми рассказывает, что вамп вообще-то не бессмертный, просто и без того зашкаливающий естественный уровень саморегенерации был еще дополнительно усилен разработанными поэтому отчасти она чувствует себя виноватой за то, что он сотворил. На этом заканчивается второй акт. Дальше путь наших героев лежит в сторону Европы, где находится та самая загадочная Бигмама, о которой упоминал Райден и у которой находится труп Бигбосса. Наоми рассказывает Атакону и остальным о том, что ключом к системе Сансу в Де Петриотс являются биометрические данные и ДНК Бигбосса. И поначалу на Ближнем Востоке Ликвид делал тест используя свою ДНК. Именно поэтому он тогда заявил Снейку, что они не полные копии своих отцов, потому что полного доступа получить не удалось. Потом в Южной Америке для теста была использована кровь Солида, которую взяла Наоми во время обследования. Но это, как мы помним, тоже не сработало. Теперь же и Солид и Ликвид охотятся за телом Бигбосса, которое однозначно даст доступ к системе. К тому же там же, ну то есть в Европе, проживает профессор Маднар, который может помочь истекающему кровью Райдену. Ну и пора мне уже пару слов сказать о Санне, а то негоже девочку упускать из виду. Просто до этого о ней упоминалось только вскользь. Преимущественно в том контексте, что она не умеет готовить яичницу. Однако о ней пару раз упоминал Джек. Санне это та самая дочь Ольги Гурлукович, ради которой она отдала свою жизнь и которую Райден спас из лап патриотов. Теперь вот она оказалась на борту Намада. Санне помогает Атакуну во всем. Она расшифровала то первое послание Наоми, она нашла профессора Маднара и еще много всего. Но самый любопытный момент заключается в том, что она не знает правды о своих родителях. И потому все свободное время тратить на то, чтобы попытаться найти хоть какую-нибудь информацию, посвященную им, чтобы понять, кто она такая, откуда и куда идет. Наверняка кто-то посчитает этот факт недостойным упоминанием, но как я считаю, именно это стало главной причиной того, что Наоми оставила ей флешку с посланием, роль которого раскроется ближе к финалу. Ведь доктор Хантер в свое время тоже именно по этой причине занялась генетическими исследованиями, чтобы понять, кто она такая. Третий акт начинается с очередной встречи Снейка и Мэрил, которая на этот раз спасла его от контрольно-пропускного пункта. Мэрил полна решимости поймать таки и остановить Ликвида, потому что все присутствующие в городе ЧВК находятся практически под ее контролем. Суть диалога состоит в том, что Мэрил пытается отговорить Снейка от того, что он задумал. А он отвечает вот в таком ключе. Я знаю. Это не права. Это высокий хит. Странцы никогда не умерли. отражают Происходящее далее в геймплейном смысле это очередной нежданчик. Потому что приходится преследовать чувака в городе после наступления комендантского часа, когда официально находиться на улицах запрещено. Неприятность, но в то же время и интерес состоит в том, что постоянно приходится не только прятаться самому, но и следить за тем, чтобы чувака, за которым следим мы, не арестовали, не поймали и вообще он нас благополучно довел до туда, докуда он должен нас довести. В общем, двойная головная боль. И это интересно. В конце концов Снэйк добирается до церкви, где базируются повстанцы и встречает их лидера. Биг Маму. Мы же ее знаем как Еву. Первым делом та рассказывает ему о том, что несмотря на тот факт, что и Солид и Ликвид клоны, тем не менее они были рождены естественным путем. Она же рассказывает нам о том, как возникли патриоты и что это вообще такое. Как после гибели босс, выжившие участники операции Снэйк Итер, под началом Зеро решили учредить новую секретную организацию под названием Патриоты. Первоначально туда входили Зеро, Нейкед Снэйк, Сигент, Парамедик и Ева, присоединившиеся чуть попозже. Их целью стало воплощение мечт босса о новом мире. Зеро сделал Биг Босса мифической и практически легендарной фигурой. При этом его образ оброс бесчисленными слухами, вымыслами и откровенно глупыми выдумками. Однако икона есть икона. Но время шло и мир менялся. Менялся и Зеро, который становился все более алчным до власти, в то время как Биг Босса политические баллы утомляли все больше и больше. И тогда Зеро для поддержания иконы Биг Босса запустил другой тайный проект. Lessons von Stribble. Целью которого было создание клонов Биг Босса. Руководила проектом Парамедик. А Ева вызвалась стать суррогатной матерью. И через 9 месяцев на свет появились Solid и Liquid. Когда Нейкед Снэйк узнал об этом, все это стало последней каплей в и без того разжоршемся конфликте между Биг Боссом и Зеро. В конце концов Биг Босс ушел и стал путешествовать по миру. А тем временем Зеро окончательно слетел с катушек. Он захотел создать единый мир, экономика которого будет не просто зависеть от войн. Она будет ими питаться и подпитываться. Как в 20 веке весь мир питался нефтью. И он постепенно стал вводить эту безумную мечту к реализации. Сначала постепенно, но потом с развитием цифровых технологий манипулировать миром становилось все проще. И никто не успел опомниться, как патриоты уже диктовали из теней, в какую сторону двигаться всему миру. Причем Зеро считал, что он этим самым воплощает мечту Босс. Суть его действий состояла в том, чтобы сделать солдат и войну товаром. Однако Биг Босс, который тоже считал, что он исполняет волю Босс, преследовал совершенно другую цель. И вот из-за этой разницы в трактовках одного и того же и началась открытая война между Биг Боссом и Зеро. Кульминацией которой стали события в Ауте Хевен и Зензибар Лэнди. После последнего из этих инцидентов тела Биг Босса и Фрэнка Егера были извлечены из развалин. Грея Фокса после многочисленных хирургических операций, чудовищных экспериментов с разнообразными генными стимуляторами и техниками, был перерожден в образе киберниндзя. А Биг Босс даже после смерти стал заложником Зеро. Своеобразная икона. И правда состоит в том, что после предательства Биг Босса Зеро перестал вообще доверять кому-либо. Он перестал верить в идеологии, религии, страны, людей. Он уже не задумывался о том, чтобы передать бразды правления кому-то. Вместо этого он потратил немыслимые средства на создание сети искусственных интеллектов. Он построил четыре огромных ИИ. GW, TJ, TR и AL. И еще один, чтобы связать всех вместе. JD, то есть Джон До. И все они были завязаны на тело Биг Босса, который был превращен в овощ и которому системы жизнеобеспечения не позволяли умереть до конца. Однако Ева совместно с Оцелотом, который тогда еще оставался с собой, дали обещание освободить Биг Босса из тюрьмы Зеро. Помощью Наоми Хантер, ее названного брата, которому они позволили избежать, была убита доктор Кларк, парамедик. После этого Оцелот пытал Сигента и убил его так, чтобы это походило на несчастный случай. Но в результате Оцелот был потерян. После того, как на место отрубленной руки он пересадил себе руку Ликвида, мысли и личность того возобладали над ним. Однако в результате помощь пришла со стороны Райдена, который сам пришел и захотел помочь. А о местонахождении тела Биг Босса узнал из той информации, что была извлечена из GW. Внезапно происходит внезапное. Звонит Атакон и рассказывает, что Наоми сбежала, а на базу Биг Мамы нападают. Темп событий резко возрастает, и уже через считанные минуты Ева на своем верном железном коне будет уносить Снейка от погони. Хотя слишком долго это тоже не сможет продолжаться, и в конечном счете очередная участница Снейк Хаунда найдет свою добычу. Raging Raven. Битва с ней не отличается от, наверное, большинства типичных битв с боссами. И это на самом деле печально, потому что получается, что уже трое из пяти боссов в игре достаточно неоригинальны. Но не суть. В общем, после победы над излишней яростной вороной Снейк выслушивает ее историю в исполнении Дребина, подбирает трофейный гранатомет и спускается вниз, где истекает кровью мать. Узнает о том, что настоящий фургон со станками бигбосса направляется к оговоренной точке встречи, и что теперь им надо добраться туда. Однако результат оказывается несколько разочаровывающим. Разыгрывающаяся далее сцена имеет не слишком большую смысловую нагрузку, но зато ближе к концу оборачивается настоящей феерии. Самым важным открытием становится тот факт, что GW, который был уничтожен на Биг Шелл, жив и функционирует. Вирус, написанный Эммой, не уничтожил искусственного интеллекта. Он его лишь фрагментировал, то есть разбил на огромное количество никак не взаимосвязанных кусочков. А Ликвид смог эти кусочки собрать воедино. Второе откровение заключается в том, что у SOP есть собственная система иерархии. И при внезапном отключении одного из интеллектов, следующий по приоритету возьмет на себя его функции. И GW, следующий после JD. Поэтому если JD, который сейчас является главным, будет уничтожен, то все полномочия возьмет на себя GW. А значит, именно он станет главенствующим. И в результате система патриотов падет, позволяя Ликвиду вытворять с ней и с людьми ей подконтрольными все, что угодно. И все это ради мести своему отцу и чтобы обрести собственное имя в истории. Перед тем, как Ликвид Оцелот со своей командой собирается уплывать, внезапно появляется Мэрил с очень массовой поддержкой. Однако это не помогает. Слышь, ошибся! Слышь! КОНЕЦ! 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 Поехали! В итоге Ликвид спокойно ретируется. Бигмама погибает на руках у Снейка. Мэрил спасает неуклюжий Акеба, который наконец-то предстает в кадре без маски. Тело Бигбосса окончательно сгорает. Снейк получает сильный ожог лица. Ну а обезьянка... А что обезьянка? Обезьянка всегда рада будет. Так заканчивается третий акт. За время брифинга мы узнаем следующее. Хоть Ликвид и имеет контроль над легким и тяжелым оружием, тем не менее ядерные боеголовки и прочие погремушки массового уничтожения все еще находятся под контролем ИИ. Но Ликвид знает об одной установке, которая позволяет сделать стелс-запуск ядерной боеголовки. И ее вполне хватит, чтобы сбить спутник, на котором базируется Джей Ди. И находится эта установка в месте, где никто не был уже на протяжении девяти лет. Shadow Moses. В этом акте происходит не так много событий, как таковых. Это скорее акт воспоминания. Акт напоминания игрокам, где они были когда-то давно и что теперь стало с этим местом. Что теперь стало с этими людьми и что стало в каком-то роде даже с самими игроками. Любовно воссозданный с точностью до каждой крупинки комплекс Shadow Moses просто поражает своей проработанностью. И с чисто фанатской стороны, это, наверное, одно из самых эмоциональных мест в истории. Потому что опыт возвращения в знакомые и родные сердцу локации, спустя столько и реальных, и виртуальных лет, абсолютно уникальная штука. Однако история не стоит на месте. Напредававшись воспоминаниям о былом... Хотя нет, не так. Пиком ностальгической волны становится схватка с Crying Wolf. Снайпершей, ровно как и Снайпервул. Бой с ней будет происходить ровно на той же площадке, что и первая перестрелка со смертельно опасной красавицей. Однако отличие в том, что теперь и у Снэйка, и у Волчицы есть простор для маневра. В результате поединок может стать очень и очень интересным. После победы над ней Снэйку остается только прослушать ее историю, опять же в исполнении Дребина, подобрать ее здоровенную рельсовую пушку и отправиться в подземелье к Рексу. Хотя нет, подождите-ка. Есть еще одна важная деталь, о которой не упомянуть грех. Ну а тут уже можно ускориться. Рекс остался все там же. За 9 последних лет ничего в общем-то толком не изменилось. Кроме того, что Ликвид уже свинтил рельсовую пушку, а вам поджидал Снэйка в засаде. Но эта схватка станет для него одной из последних. Потому что в конце Снэйк сделает ему инъекцию, которая нейтрализует действия нано-машин в его теле. С помощью этой инъекции Ликвид и его свита избегали побочных эффектов во время собственных тестов. А дальше начинается феерия. На сцену внезапно врывается поправившийся Райден и вызывает теперь уже смертного Вампа на дуэль. А Снэйка оставляет разбираться с набегающими в локацию Гекко-самоубийцами. Заканчивается дуэль двух мастеров рукопашного боя тем, что Вамп наконец-таки умирает. Правда, вместе с ним умирает и доктор Наоми Хантер. Но делает она это по собственному желанию. Снэйк с Райденом и маленький Марк 2 залезают в кабину Рекса и прорываются к выходу, где их ждет встреча с Metal Gear Ray, управляемым Ликвидом. Бой между двумя роботами – это нечто. Эпичное Мачилово, в конце которого Рэй будет смят просто как картонка. Однако Ликвид Оцелот оттуда выберется живеханик и внезапно взберется на свой корабль. Огроменную подводную крепость Outer Heaven. Дальше происходит несколько абсурдная, но тем не менее тоже весьма сильная сцена. Райдена на выходе с базы завалила камнями, а конкретно очень сильно прижала его руку. И вот он видит, как на Снэйка, оставшегося на пристани без сил, стремительно надвигается монументальный корабль... Подлодка... ну или как там это называется? Полной решимости и ощущения, что должен вернуть долг, он отрезает застрявшую руку... И своим телом останавливает здоровенный корабль. И в самый трагичный момент, когда Райдена начинает давить об камни, на выручку приходит линкор Миссури, командует которым Мэйлин. Если помните, она была в первой части. И, собственно, эта древняя корыта — это все, что осталось от флота США. Потому что это единственный корабль, который находится вне власти системы, которую захватил Ликвид. В результате он уплывает на своем ауто-хевене, а Райдена и Снэйка поднимают набор линкора, пустившегося в погоню. План по остановке Ликвида, на первый взгляд, прост и незрасловат. Ауто-хевен, для того, чтобы совершить запуск, должен будет остановиться. Вот в этот момент Миссури его сможет нагнать и забросить ударную группу на борт вражеского судна, чтобы те остановили запуск ядерной боеголовки и вместо этого уничтожили GW, через которого стало возможным внедрение в систему SOP. И здесь выходит на сцену та флешка, которую оставила Наоми Хантер с Санни. Собственно, Наоми понимала, что у нее не хватит времени для того, чтобы завершить работу самостоятельно. Именно поэтому она пробралась на борт Намада и подложила флешку Санни. Хотя изначально и планировала отдать ее Халу Эмериху. В итоге Санни нашла код вируса Эммы, который уже раньше убивал GW и встроила его в недописанный вирус Наоми. Стоит еще вот что заметить. Снэйк вообще практически всю игру вел себя мрачно-саркастично. Но вот в этой конкретной сцене он просто фонтанирует обреченной самоиронией. Вот, например, что он отвечает на известие о том, что к GW ведет коридор, заполненный микроволновым излучением. Ну а дальше начинается финальная битва. Подбодренные последними словами друзей и соратников герои отправляются в свое предполагаемо последнее сражение. Правда, разбрасывает их во все стороны, так что передвигаться по кораблю им приходится небольшими группами. Проникнув таки внутрь, Снэйк в каком-то из командно-вычислительных центров обнаруживает Мэрил. Без сознания. И очень скоро выясняется, что это проделки последней участницы отряда Красавицы Чудовища. Бой с ней будет происходить не слишком-то изощренно. А, на нас будут нападать ее марионетки, в числе которых окажется и Мэрил, а нам надо будет отстреливать ее куколы. Никаких неожиданностей сам бой не подкинет, но вот после победы... Мэрил. Ну и плюс после этой цыпочки останется необычное оружие. И новая интересная история о жертве войны. А вот дальше начинается уже большое и серьезное представление. Мэрил вместе с Джонни остаются прикрывать отход Снэйка. В процессе она умудряется сделать две вещи. Во-первых, узнать, почему Акиба на протяжении всей игры вел себя так... Мягко говоря, странно. У него нет нано-машин. И это опять-таки странно, потому что оружием он в итоге пользоваться мог. Но нано-машин в нем не было. Оставим это на совести Кодзима. А вот чего не оставим, так это вопрос о том, почему у него не было этих самых нано-машин. Он, ну то есть Акиба, то есть Джонни, боялся уколов. А во-вторых, она как-то неожиданно даже для себя делает ему предложение. От которого в подобных условиях, в общем-то, нельзя отказываться. У входа в последний коридор, ведущий к GW и заполненный микроволновым излучением, Снэйку на выручку приходит Райден. Правда, без рук. Ну а дальше начинается чистый воды генератор слез, потому что под дико красивую музыку Снэйк пробирается по этому коридору. Сначала пешком, потом падает и начинает ползти. На его костюме разокрываются до красна и лопаются искусственные мышцы. А на параллельных экранах нам демонстрируют, как линкор Миссури борется с атакующими его метал-гир-реями, Райден из последних сил не подпускает бойцов личной армии Ликвида к Снэйку, а Мэрил и Джонни с утекающим на глазах боезапасом продолжают оборонять двери. В конце концов, добравшись до комнаты и с трудом загрузив вирус, Снэйк, а вместе с ним и все остальные, с удивлением узнают, что вирус вообще-то был не так и прост, как задумывалось изначально. Пользуясь взаимосвязанностью всех ИИ-патриотов и тем, что GW считался отключенным и являлся брешью в их защите, Наоми уничтожила всю систему SOP, а вирус в противовес Фокс Дай назвала Фокс Элайв. Вслед за этим следует последняя драка. Ликвид Оцелот против Солида Снэйка. Это битва, которая пронесет игроков через всю историю МГС, и в конце которой Оцелот все-таки сможет взять верх над Ликвидом и проявиться. Хотя типично для МГС история на этом не заканчивается. Нас ждет еще практически целый час эпилога. Начнем с малого. Мэрил и Джонни после всех этих событий не забыли о своих обещаниях и действительно сыграли свадьбу. Самую настоящую. К тому же Мэрил помирилась наконец-то со своим дядей полковником Роем Кэмпбеллом. Дребен, немного пьяный, рассказал Атакону, что патриоты им помогали практически всю дорогу. Во-первых, дребены, то есть все дребены, продавали и отмывали оружие только благодаря тому, что патриоты им это разрешили. А во-вторых, Ред Патрол Тим Зеро Ван легким движением руки превращается в... Однако, самое занятное заключается в том, почему они это делали. Потому что они знали, что Снейк и команда хотят остановить угрозу в лице Ликвида, которая нависла над ними. Однако, они не предполагали того, что сделает Наоми. У Сани наконец-то появится интерес по отношению к реальному миру, а не к буквам на мониторе. И она обзаведется первым настоящим другом. Райден вернет себе нормальное человеческое тело, а вместе с ним вернется и Роуз. И выяснится, что их сын вовсе не погиб, и что интрижка с Кэмпбеллом — это всего лишь прикрытие от патриотов, чтобы они не смогли использовать ребенка Джека в каких-то своих целях. И в итоге он даст обещание сложить оружие и остаться с семьей. Однако завершит все Снейк. В этой знаменитой сцене на кладбище, где рядом с могилой Босс, находится могила героя на вечно преданного огням Out of Heaven. И где Снейк выполнит свою последнюю миссию. Останьте их. Хотите, как будто вы узнаете по всему миру, какие-то мысли, и покрыть уходит этот игнотирующий мир. И здесь будет дни о фейсболе. И вот... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да-да, деточки, впервые после Занзибар Лэнда Биг Босс явился нам воочию. И при этом не для того, чтобы драться, а чтобы объясниться. И объясняться он будет опять-таки добрых пятьдесят, мать его, минут. Я сейчас опущу множественные тонкости, на которые он будет указывать, потому что в таком случае проще будет просто пятьдесят этих минут воткнуть и сопроводить его речь субтитрами. Однако суть его рассказа сводится к следующему. Ева, Оцелот и Наоми действовали вместе, чтобы освободить Биг Босса. Ликвид никогда не овладевал сознанием Оцелота по-настоящему. Как известно, он был сыном достаточно сильного парапсихолога, поэтому с помощью психотерапии и наномашин он сам пересадил себе, так сказать, личность Ликвида, чтобы обдурить систему. И его план как раз был в том, чтобы Снейк в погоне за Ликвидом уничтожил систему и тем самым освободил Биг Босса. То, что тогда сгорело на реке в Европе, это был совсем не Биг Босс. Это был покалеченный труп Солидуса. Солидус, как известно, был идеальным клоном Биг Босса. Поэтому тело Биг Босса, которого мы видим сейчас, это реконструкция из остатков Солидуса и Ликвида. Как ни крути, а все-таки клоны же. И еще из хорошего. Новый Фокс Дай противостоит продолжению мутаций и размножению старого вируса. Так что Снейк уже не превратится в ходячую вирусную бомбу. А вот этот старик, это и есть Зеро. Тот самый. И его на этом кладбище настигнет смерть. Однако и сам Биг Босс, получив дозу Фокс Дая, умирает. И наконец-то его война может считаться оконченной. После титров нам остается только послушать, что Снейк наконец-то бросил курить и что он вознамерился жить, а не воевать. И как Атакон собирается его сопровождать в этом деле. Вот такой вот эпический финал у этой самой Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Четкое окончание практически всех сюжетных линий, которые были сгенерированы в сеттинге Metal Gear за все эти 20 с лишним лет. Грандиозное завершение истории, лучше которого вряд ли можно что-либо придумать. Ну тут, честно говоря, сказать особо нечего. Центральной темой Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots являются чувства. И чувства она пробуждает весьма и весьма успешно, как ни крути. Причем самые разные. Я не стану пускаться в рассуждение о раскрытии темы любви, памяти, уважения, поиска себя, стремления к цели и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Если этого кто-то не понял, то это уж простите или ваши проблемы как слушателей, или моя вина как рассказчика. А напоследок я бы хотел акцентировать свое внимание на одном моменте. На том, о чем люди как-то редко задумываются. Что причиной практически всех великих свершений, будь то подвигов или же злодейств, зачастую являются очень личные и очень простые эмоции. Liquid хотел поставить мир на колени только из-за того, что его отец обращал на него меньше внимания, чем на Солида. Оцелот затеял всю эту свистопляску с вселениями в себя Liquid'а просто потому, что хотел, чтобы его друг освободился от Уз-Зеро. А Зеро решился на постройку такой сложной системы, как Патриоты, из-за того, что посчитал, что его лучший друг, Биг Босс, его предал. И вот так, куда ни глянь. Если сказать честно, то где-то здесь стоило бы вообще и прекратить всю эту историю серии вообще. Откровенно говоря, портативные версии практически все или печаль или трагедия по сравнению с тем, что я вам уже рассказал. Однако и среди них есть претенденты, достойные внимания. Итак, небольшой анонс. В следующем выпуске я постараюсь рассказать обо всех спин-оффах, портативных версиях, портах и прочих прелестях игр из серии Metal Gear, которые уже вышли, но еще не были мною здесь разобраны. А на этом я не прощаюсь и желаю, чтобы ваши жизненные драмы не приводили ко вселенским трагедиям. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok